Войнослужащие Республики Беларусь. Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских и соседских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию Республики Беларусь. Если же вы боитесь преследования действующей белорусской власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках. Мы обеспечим вас необходимыми бытовыми условиями, питанием и медицинским обслуживанием согласно норм БСУ. Для связи с родными и близкими мы обеспечим вас телефонной связью и круглосуточным доступом к сети интернет. Ваше оружие будет находиться в охраняемых комнатах хранения, а военная техника на специализированных стоянках. После окончания военного конфликта вы сможете получить свое оружие и технику в том же состоянии и беспрепятственно убыть на территорию Республики Беларусь. Военнослужащие Российской Федерации, если вы решите стать частью Российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных, необходимую правовую и медицинскую помощь, возможность самим оповестить ваших родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой после завершения военного конфликта или же в результате обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неминуемая смерть. Для связи с представителями украинского командования используйте номера Единого Центра приема обращений военнослужащих Российской Федерации по сдаче в плен. Плюс 38 066 580 34 98 Плюс 38 093 119 29 84 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова